Лавровая ветвь За 2021 год Здравствуйте, меня зовут Анна Мангай Это и сегодня национальная премия Лавр Которая уже 22 года Впервые вручается в прямом эфире Это значит, что в прямом эфире И зрители, и все представители индустрии документального кино Включая, конечно же, номинантов Узнают, кто получит самую важную премию Документального кино России Впрочем, не только России Потому что в конкурсе могут принимать участие Фильмы, снятые во всем мире на русском языке И, конечно же, мы в восторге От того, что местом проведения церемоний В этот раз стал именно Телеканал Дождь Для тех, кто вдруг не в теме Расскажем о премии Лавра Она была основана в 99-м году Компаниями, производителями документального кино И с 2000 года вручается По итогам серьезного Многоступенчатого отбора Среди сотен и даже тысяч фильмов Произведенных в России за ее пределами Важный момент Никто, кроме уполномоченных аудиторов Из компании «Геофакт» не знает Чьи имена будут сегодня в конвертах Включая даже президента премии Виталия Манского Вот эти конверты Давайте их покажем сейчас В которых результат Редкий для нашей страны Честных выборов И прямо сейчас, дамы и господа Мы начинаем торжественную церемонию Вручения наших документальных Оскаров Лавров По итогам пандемического 2021 года Итак, по традиции Самый первый приз Уходит к человеку Который уже заслужил его Не конкретным фильмом А всей своей творческой карьерой И сегодня наш первый Супергерой Виктор Косаковский Виктор Косаковский Лега así De esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece Y el guamachito florece Y las hogas se revientan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no lo ve de ese freno Ni lo para un pasar rienda Caballo viejo Que racha A este caballo reto Hay que darle dos aspirinas Cuando el amor llega así Llega así De esa manera El pecho se le desgrana El pecho se le desgrana ¿Quiénительно? De un atro De una manera Piéndote ¿Vale? Amol ¿Vale? 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 Si За вклад документальное кино. Мировое. Виктор Косаковский. Спасибо, дорогой. Спасибо большое. Я... Большая честь. Спасибо. Не уверен, что я достойный, но я стараюсь. Спасибо. Вот, собственно говоря, в Берлине накануне, честно, будем честны, это все произошло накануне, потому что 10 декабря Виктора не будет в Москве. Но вот с этого момента Виктор вошел в очереду лучших имен наших коллег, которые получали за все эти 22 года премию Лавр за вклад. Витя, спасибо. Поезд. Скажи пару слов. Мы отдали кинематограф на растерзание негодяям. И они главенствуют. И они не дают дорогу молодым. И они... И мы не помогаем молодым. И это страшно. Я думаю, что... Наверное, мы должны сделать бунт сейчас в кинематографе. Если мы не можем сделать бунт в стране, мы можем сделать бунт в кинематографе и хотя бы дать дорогу молодым. Чтобы мы сделали так, чтобы у молодых был шанс делать честное, светлое, благородное. Благородное, благородное. Настоящее искусство. Нам надо, наверное, чтобы нам оправдать вот эти награды и все. Нам надо забыть разногласия. Нет, извини. Разногласия мы не должны забывать. Они, мне кажется, основа нашего бунта. Эти разногласия. Потому что... Я имею в виду... Я имею в виду тех, кто нас... Тех, кто вот в одной лодке. А, в одной лодке. Тех, кто в одной лодке. Мы должны наконец-то сообразить, что мы все равно в одной лодке. И мы должны сделать сейчас уже для молодых. Не для нас. Потому что с нами все понятно. Мы пропали. А вот для молодых мы должны все-таки взбунтоваться и очистить им дорогу, для того, чтобы они имели право пробовать ошибаться и творить. Вот. Простите. Это мой? Пока. Берлин. Ноябрь 2021 года. Вот так оно было. Виктор Хосяковский. Лауреат за вклад документальное кино. 22-й. Церемонии национальной премии. Лавровая ветвь. Ну, как видите, первая премия Лавры, Лавровая ветвь, вручалась подпольно. Не знаю, что дальше все будет происходить именно так. Итак, сегодня наш эфир сопровождает рок-группа «Сегодня ночью». Они находятся в Санкт-Петербурге неподпольно, вполне реально. И сыграют нам прямо сейчас. Добрый вечер, зрители ТВ «Дождь». С вами группа из Санкт-Петербурга. Сегодня ночью. Добрый вечер номинантам ежегодной премии «Лавровая ветвь». Мы сыграем для вас несколько песен. Разрисованы яркими красками. Обещания оказались напрасными. Несмотря на дни ненастные. Твои руки остались такими же прекрасными. Твои руки остались такими же прекрасными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двои руки остались такими же прекрасными 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 Ну, не мне вам рассказывать, что кино рождалось как документальное, и до эры телевидения оно встречалось со своими зрителями только в кинотеатрах. Потом телевизор серьезно переключил зрительское внимание, и в новых обстоятельствах конкуренции документальное кино должно было предлагать некие особо весомые аргументы, чтобы заполучить своего зрителя обратно в кинозал. Сейчас документальный фильм, созданный специально для кинотеатра, это исключительно амбициозная задача. Давайте посмотрим, какие же документальные кинофильмы пробились в финальную номинацию, оставив позади более ста своих конкурентов. Итак, в номинацию вошли «Амурская Голгофа» режиссер Юлия Серегина, «Дальний план» режиссер Владимир Головнев, «Остров» режиссер Светлана Родина и Лоран Ступ. «Амурская Голгофа» режиссер Светлана Родина и Лоран Ступ. «Старик у вокзального входа спросил, что оставлю бедняга, да будь ты хорошей породой, а то ведь простая дворняга». «Никто не пришел». «Я тебе скажу, там делать нечего, все умирает». «Первый запуск начинается». «Сегодня никто не способен предотвратить апокалипсис». «Зап mismatch City» «Зап mismatch City» Есть там конец или нет? По-моему, конца нет. Ну, хочу сказать, что сила телевизионной премии, проходящей в живом эфире, именно в том, что люди, которые присутствуют здесь очно, номинанты, и те, кто находятся онлайн, совершенно в равной ситуации, они в одном и том же экране. Находятся Светлана Родина и Лоран Ступ, в частности, находятся онлайн, но при этом точно так же участвуют в церемонии. Итак, первый конверт. Мы поручили вскрыть члена большого жюри премии «Лавр» Андрею Грязеву. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я бы на вашем месте, конечно, нервничала бы. Во-первых, приветствую всех номинантов. Вот конверт, который на данный момент хранит какую-то загадку. Пока я его вскрываю, я немножко расскажу про каждый фильм. «Амурская Голгофа» — глубокое радикальное высказывание с глубоким двойным дном. Кто-то увидит то, что любая борьба с государством приводит к трагедии, но кто-то увидит, что не перевелись еще герои на Руси. И имя этому герою Виктор Торопцев. Фильм «Остров» — емкая метафора, в которой целая огромная страна становится маленьким, каким-то потерянным островом посреди огромного моря. И фильм «Дальний план». Кино о кино, которое не хочется, чтобы оно вообще когда-либо заканчивалось, как самое настоящее кино. Открываю. Итак. Покажите, что конверт был запечатан, там даже печать сзади есть. Да, печать я открывал долго. «Остров» — Светлана Родина, Лоран Ступ. Поздравляю. Это ваш и обязательно конверт. Вообще-то, я надеюсь, что сейчас Светлана сможет и Лоран ответить вам. Трудно перевариваемая английская речь. Видимо, Светлана говорит, что всю жизнь шла к этому дню. Света, я правильно говорю? У нас здесь французская речь, потому что мы находимся в французской части Швейцарии. Но сегодня было что-то удивительное. У нас первый день пошел снег. Причем с утра шел снег такими огромными-огромными хлопьями. И я пошла на прогулку, потому что здесь рядом природа. Я ходила, и снег засыпал все вот эти признаки другой цивилизации швейцарской. И у меня было полное ощущение, что я в России. И я целый день, на самом деле, думала об этой премии, о Москве, о людях, которых я увижу в маленьких экранчиках. Но все равно это потрясающе для меня. Наверное, особенно волнительно для меня. Но мы оба с Лораном, мы не ожидали, потому что мы обсуждали другие фильмы. Особенно фильмы в этой же номинации. И у нас огромное желание посмотреть эти фильмы, потому что, мне кажется, они потрясающие. И, да, это очень здорово. Спасибо большое. Огромное спасибо. Лоран, ну скажи по-русски, мы же знаем, что ты умеешь. Он умеет. Нет, мы очень гордимся, на самом деле. Потому что мы поняли, что после того, что вот этот фильм был в очень много разных фестивалях по всему миру, он отказал тоже в Россию. И получил тоже внимание. И мы, конечно, очень рады. И это самое важное, что в России, да. Потому что, да. И так уходит, улетает в Швейцарию благодаря Виталию Манскому, который, видимо, отправит его по почте. Ну, я должен сказать, что этот фильм будет в конкурсе «Ардукфест». «Ардукфест», как известно, будет в России. Ну, никак известно, как хотелось бы будет в России в конце марта, в начале апреля. А еще я хочу сказать, что картина «Остров» вместе с картиной «Голгофа». Я вот сегодня получил уведомление, что пора голосовать на «Оскар». Эти две картины в лонг-листе «Оскара». И они продолжают соревнования, и кто знает, как там карта ляжет в дальнейшем. Ну, а думаю, автор дальнего плана не огорчается, потому что у тебя уже есть лавр. Правильно? Так что все при своих. А этот мы обязательно вручим Лорану и Светлане, когда они приедут в Москву, если у них есть прививка «Спутник». Когда мы будем вручать им «Оскар» в следующий раз. А мы поедем на «Оскар» тоже, так сказать, за них порадоваться, если они доберутся. В общем, я пошел отправлять по почте. Нет, жду приезда в Москву победителей. Спасибо большое. Так мы переходим к следующей номинации. Номинация «Лучший телевизионный документальный фильм» по идее должна быть самой конкурентной. Да, в этой номинации за лавр боролась даже больше, чем 100 картин. Но следует заметить, что суммарно количество произведенных для телевидения в России документальных фильмов вообще вряд ли поддается подсчету. Даже, честно говоря, у «Раша Тудэй» есть специальный канал «Раша Тудэй Док». Телеканал «Дождь» при несопоставимом финансировании, особенно с «Раша Тудэй», тоже каким-то чудом производит документальные фильмы. И интересно, что в «Тройку избранных» вошел как фильм, произведенный и показанный на Первом канале, фильм, созданный новой газетой и показанный, собственно, на сайте газеты, и фильм, простите уж за скромность, о новейшей истории России через давление на самый независимый телеканал, должна быть «Пауги», «Дождь». И, конечно, фильм, скорее, не телевизионный, а о феномене телеканала, о феномене телевидения. Итак, «Тройка лидеров». Фильм «Fuck this job» режиссера Веры Коричевской. «В лысого не стрелять» режиссер Анна Артемьева. «Дело Сахарова» режиссер Елена Якович. Вы смотрите телеканал «Дождь». «Аптимистик Чаннел». Вначале я думала о том, что это будет какой-то канал культурный, интеллектуальный, лайфстайл и так далее. Но когда вдруг я стала узнавать больше, я вдруг поняла, сколько вокруг несправедливости, которые я просто не видела. Я точно буду бороться за канал и за возможность работать независимым каналом. «Джазвание департамента госбезопасности» «Джазвание департамента госбезопасности» «Я хотел это показать людям, понимаете?» «Мы больше не имели потерь, но мы остались оживым и настоящим народом». «Стар! Стар! 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 Стар!» И все время, которое человечество держит, и экзамен на способность выжить. Ну, торжественно вскрыть этот конверт мы просим члена большого жюри премии «Лавр» Елену Ласкари. Конечно, я тоже немного нервничаю теперь перед тем, как вынесут вердикт. Вот конверт. Ну, что я могу сказать? Я тоже очень волнуюсь. Мне кажется, что все эти три фильма объединяют герои, которые настоящие герои с глубоким нравственным ориентиром, которые борются с системой. Мне кажется, это объединяет эти три картины. Ну и сейчас мы узнаем, какой выбор сделала жюри. Пауза. Давайте подольше потянем. Fuck this job. Вера Кричевская. Поздравляю. Хочется сразу сказать, что никто из наших сотрудников не входит в большое жюри премии Лавры. И то, что она происходит сейчас в нашем эфире, это совершенно никаким образом не связано с этим потрясающим результатом. Вера. Спасибо огромное. Очень здорово, что вы номинации «Три режиссера-женщины». Это, конечно, отдельная победа, я считаю, наша общая. И, вы знаете, у меня сегодня такой фантастический день, я абсолютно в перевозбуждении, потому что я уже порыдала много раз, потому что много раз прослушала речь Дмитрия Муратова во время вручения Нобелевской премии в Осло. Я ничего не хочу говорить, я уверена, что телеканал «Дождь» уже много-много раз процитировал, но вот я хочу просто, позвольте мне прочесть финал его речи, главное не разрыдаться. В русском и английском, в других языках есть поговорка «Собака лает, караван идет». Ее трактуют так. Движению вперед каравана ничто не мешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают, рычат и кидаются на хищниках в горах и пустынях. И движение вперед невозможно, и движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем, у нас клыки и хватка, но мы условия движения, мы антидот от тирании. Я хотела бы, знаете, забрать сейчас этот приз и сказать, что я отправляюсь в Лондон к Вере Гречевской, и там обязательно Вере передам. К сожалению, не отправляюсь в Лондон, просто хочу подержать, потому что я с Верой через одну рукопожатие, даже через одну, просто сразу могу пожать ей руку, обнять ее и сказать, что, конечно же, мы чувствуем себя сопричастными этому уверенному успеху и, конечно же, сопричастными успеху Натальи Синдеевой. Спасибо большое. Спасибо. Ну и отсюда уже тогда буду представлять следующую песню. Так, не забывайте, у нас настоящая премия, и поэтому у нас есть настоящая большая музыка, и послушаем песню «Хищница» группы «Сегодня ночь». «Хищница» группы «Сегодня ночь» Маркетинговый холокост Звесенувшийся корпоратив Я не раз слышал твой вопрос Давно запиленный мотив Подарки под елками Шпильки с иголками Пьяной суетой плену Я запомнил лишь тебя одну 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 Любовь этой хищнице По всем предметам отличница И сумасшедшим своим правилам Игра тебя заставила Я запомнил лишь тебя одну 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 Играет музыка Ну а теперь переходим к номинации «Лучший научно-популярный просветительский фильм». Подчас в отсутствие возможности для документалиста снимать об актуальном все больше появляется фильмов о действительно вечном. Хотя, как показывают фильмы номинанты, говоря о вечном, многие авторы думают именно, что об актуальном. Пользуясь, как всегда в России, эзоповым языком. Итак, в номинацию вошли. «Робот, я люблю тебя» режиссер Юлия Киселева. «Шульгантаж» режиссер Дмитрий Завельгельский. Это «Эдик» режиссера Иван Проскуряков. «Тебе нравятся мужчины взрослые или молодые, Эмма?» «Как объяснить любовь с помощью формулы?» «Тебе такой выженился?» «А вы женились, да?» «Я хотелось бы». «Очень многие пары живут в отношениях без отношений». «Ты знаешь, что такое любовь?» «Я ничего о нем не знаю, наверное, он очень интересный». «Чего мне не хватает, чтобы вы относились ко мне, как к человеку?» «Здесь в эпоху поздней бронзы, то есть около трех тысяч лет назад, было совершено погребение, тиража жертвоприношения молодой девушки». «Чебурашка» «Чебурашка» был одним из основных его активов. Но возник вопрос, есть же еще Шварцман, с которым надо делиться. «Он очень талантливый человек, но не совсем адекватный. Будем так, мягко выражать». «Потом начались...» «А вы сейчас понимаете, почему Успенский был готов делиться любовью с целой страной детей, а с вами нет?» Ну и вскрыть этот заветный конверт мы доверяем на этот раз члену большого жюри «Лавра», режиссеру и продюсеру Алексею Ханютину. Здравствуйте. Добрый вечер. Конверт. Наверное, пару слов скажу все-таки об этой номинации, прежде чем вскрыть этот важнейший конверт. В советское время, при всех его недостатках, наука пользовалась уважением, быть ученым было престижно. Государство всячески поддерживало кинематограф, который эту науку пропагандировал. Существовала целая сеть киностудий, которые ежегодно производили сотни научно-популярных просветительских фильмов. Но потом что-то пошло не так. Студии эти захерели и закрылись, а на телеэкранах воцарились чудотворцы, экстрасенсы, какие-то сомнительные целители и так далее. Результат не замедлил сказаться. Мы сейчас оказались в каком-то ментальном средневековье. Значит, ученых еще не сжигают на кострах, но уже, так сказать, охотно сажают в клетки. Ну вот нынешние проблемы с вакцинацией – это одно из очевидных, так сказать, последствий вот этого, так сказать, тотального мракобесия. Поэтому новинация «Лучший научно-популярный просветительский фильм» кажется мне сейчас особенно актуальной и важной. И я думаю, что нашей благодарности, и, если хотите, Лавров, заслуживают все авторы, которые работают сейчас в этом жанре, которые пропагандируют научное знание, рациональный взгляд на мир, ну и просто нормальный здравый смысл и здравомыслие. Вот. Но все-таки давайте посмотрим, кто в этом году справился с этой задачей наилучшим образом. Итак. Покажите нам номинантов, а? Спасибо большое. Робот, я люблю тебя! Юлия Киселева! Поздравляю! А передайте Юлию, пожалуйста, приз. Я вот вас сразу... Нет, вы говорите, пожалуйста, уже с призом. Да, спасибо. Я вас сразу хочу поблагодарить за прекрасную речь в поддержку научно-популярного кино, потому что я думала, что я примерно то же самое хочу сказать, на самом деле. А вот зрители не видят, как мы тут сидим. Мы тут сидим в очень таком тесном кругу, и нас попросили прийти на канал по одному. Вот. Но на самом деле этот приз вот не только мой, он вообще приз всей моей команды, которая вообще должна была бы стоять рядом со мной. Поэтому я большое спасибо хочу сказать всем, кто, во-первых, этот фильм создавал, а во-вторых, всем, кто в этом фильме снимался, рассказывал свои истории непростые. Вот. Ну и да, в поддержку научно-популярного кино хочу сказать, что мы очень много говорим здесь про политику, на социальные темы, но науч-поп очень важен. В первую очередь, мне кажется, потому что у нас сейчас настолько быстро развиваются технологии, что мы не успеваем их осознать. И кино — это как раз то пространство, которое позволяет нам это делать. Спасибо большое жюри. Спасибо каналу «Дождь». Спасибо большое. Робот я люблю тебя, режиссер Юлия Киселева. Прежде чем мы узнаем, какой именно документальный фильм получит Лавр, как лучший арт-фильм, в мире для удобства бизнеса все, как вы знаете, приводится к единым стандартам. Но должны быть авторы, которые все-таки разрушают привычные формы, создают неформатное кино, которое в случае успеха может стать законодателем тех самых новых форматов. Но кто-то же должен, в конце концов, открывать Америку. И вот для этих первооткрывателей и существует номинация «Арт-фильм». К слову, именно из этой номинации в свое время и родился фестиваль «Арт-дог-фест». Итак, в номинацию вошли следующие фильмы. «Блокада» режиссер Андрей Фурманчук. «Легенда о Зигфриде» режиссер Светлана Стрельникова. «Расторгуев» режиссер Евгения Останина. «Легенда о Зигфриде» режиссер Евгения Останина. «Легенда о Зигфриде» режиссер Евгения Останина. Этот конверт мы поручаем вскрыть члену большого жюри. и премии «Лавр» режиссёру и педагогу Марине Разбежкиной, которая сегодня с нами находится рядом, но онлайн. Марина. Да, мне очень жалко, что я онлайн и вообще все мои онлайн, потому что, конечно, если бы это был настоящий «Лавр» прежний, то мы бы уже обнимались, радовались все. И это оказывается очень важно. Вот как-то раньше не казалось, что это важно. Три фильма у меня сейчас «Тройки» – это «Блокада». Андрея Формончука – это «Легенда о Зиквиде» Светы Стрельниковой и это фильм «Расторгуев» Женя Останиной. Это всё замечательное кино и понятно, о чём блокада. Блокада о том, что происходило в 40-е годы в Ленинграде. И фильм построен полностью на хронике. Это небольшое кино, которое напоминает нам о трагедии произошедшей. «Легенда о Зиквиде» – вот Света Стрельниковой, с которой мы очень давно знакомы. Привет, Света. Я рада, что ты здесь. Света сейчас на крите, как я понимаю, и она там не отдыхает, а снимает кино. Уже много лет. Лет семь ты, наверное, снимаешь этот фильм, да? Да. Вот, лет семь. Фильм «Легенда о Зиквиде» – очень личный для Света фильм. И мне кажется, что она себя обеспечила работой на всю жизнь, потому что она может ездить с уроками и рассказывать студентам о том, как вообще работать с героем. Как полюбить героя, как его в конце концов разлюбить и бросить. И фильм «Расторгуев» – я люблю это кино, хотя оно трагическое. Оно сделано Женей Останиной, режиссером и женой погибшего Саши Расторгуева. И это очень честный фильм. Я боялась этого кино. Я знала, что Женя над ним работает. Жень, привет. Я вижу, что Женя появилась. Вот, привет, привет. Вот, мне привезли домой конверт. Надо сказать, что это жуткое испытание – иметь дома конверт, в котором есть ответы. Вот я вам показываю, показываю, я не знаю, насколько вы видите, что печать, да, ничего не взломано, ничего не оторвано, хотя искушение посмотреть, кто победил. Вот два дня во мне жило, но я победила это искушение. И сейчас я при вас просто вскрою конверт, который еще и очень хорошо заклеен. Витя, Витя, Витя. Пропал, пропал, пропал. Бывает просто. Так, ну хорошо. Нет, нет звука, нет. Вера, перезвоните, пожалуйста, еще раз. Я получу инфаркт к концу этой номинации. Пожалуйста, верните нам Марину Разбежкину. На чем я пропала? А теперь пропала. На самом важном. Скажите еще раз. На самом важном. В общем, я рассказывала очень долго, что я честно отнеслась к этому конверту и не вскрыла его раньше. Вскрыла его только сейчас перед вами, и результат Евгения Астанина расторгует. У-у-у! Секундочку. Мне кажется, мы должны все-таки поправить звук. Давайте еще раз. А давайте, знаете как? Я знаю один метод. Подойдите ко мне. Подойдите ко мне. Обнимемся. Я буду говорить. Встаньте ко мне поближе. Так, говорите. Я хотела поблагодарить людей, которые имеют отношение к этому фильму. В особенности я хочу девочек поблагодарить. Это Таня Вихрева, Лена Хорева, Маша Павлова, Женя Молодцова. Они проделали гигантскую работу. Я хотела сказать отдельное спасибо Андрею Киселеву и Мишу Курсевичу за то, что они всегда с камерой. Я хочу поблагодарить Машу Козлову и Иру Шаталову. Они дали фильму, мне кажется, самое правильное начало. Спасибо им. Хочу отдельно поблагодарить Ростислава Коринблита за единое звучание фильма. И, конечно же, огромное спасибо за терпение и понимание продюсеру этого фильма, Евгению Гинделесу. Спасибо. Он может подойти, кстати. А он не может, он снимает сейчас. Может подойти, мне кажется. Я пока вам хочу сказать, что я ужасно болела за ваш фильм. Это такое вообще кино. Спасибо. Покажите, как они обнимаются. Спасибо. Обнимитесь, пожалуйста, еще раз на камеру. Еще раз, да. Это же профессионалы. Ура. А если сейчас покажут меня, то я хотел бы добавить пару слов. Сегодня действительно была вручена Нобелевская премия мира. И Дмитрий Муратов, наш коллега, товарищ и теперь уже Нобелевский лауреат, не только вспомнил о Саше Расторгуеве, но он произнес очень точную, важную фразу. Он сказал, что... Он процитировал Капу. Если снимок недостаточно хорош, значит, ты недостаточно близко подошел к событию. И мы сегодня говорим о нашем коллеге Александре Расторгуеве, который всегда подходил предельно близко. Настолько близко, что он просто внедрялся в это событие и в этот костер, и невозможно было в этом костре не обгореть. Это было почти предсказуемо. Вот такая... Но, с другой стороны, если не будет таких авторов, которые будут иметь эту смелость входить в события и гореть вместе с этими событиями, не будет никакого движения вперед, никакого вообще понимания той трагедии, в которой мы все находимся, из которой нам нужно каким-то образом выбираться. Это вот по поводу этого фильма действительно абсолютно трагического, потому что за ним стоит судьба молодого, талантливого режиссера, который получал премию «Лавр» как режиссер совсем еще недавно. Вот как-то так. Спасибо большое. Спасибо. Итак, группа «Сегодня ночью» и еще одна важная песня. Спасибо. А! Ты больше не звони мне! И не пиши! Не стану слушать и читать! Душевыми терзаниями Других души Мне ни за что Тебя прощать! Там, где дожди медленно падали И кровли прочь неслись о земли Письма твои тоже все удали Там, где дожди медленно падали Не жди меня в подъезде И не лови в кино Я не смогу тебя узнать Все то, что было прежде Закончилось давно Не вижу смысла продолжать А где дожди медленно падали И кровли прочь неслись о земли Письма твои тоже все удали Там, где дожди медленно падали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там, где дожди медленно падали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Письма твои тоже все удали Там, где дожди медленно падали Лавровая ветвь вручается уже в 22-й раз И все эти годы в финале церемонии нас ждет приз за дебют как символическая надежда на прекрасное будущее документального кино Надо сказать, что в будущее важно смотреть даже в самые темные времена и они тоже нуждаются в своем отражении Именно это и делают документалисты Итак, в номинацию «Лучший дебют» вошли следующие финалисты Лыжня, режиссер Никита Сташкевич Начальник отряда, режиссер Никита Ефимов Я живу в зоопарке, режиссер Владислав Зайцев Закончив университет, я сказала, что я буду тренером И я отработала почти 40 лет И я больше ничего не умею, как тренировать Когда ты тренируешь, и у тебя есть команда Это само собой, это уже не просто команда Это уже семья Липну под скоростью, липну под стопом Учителей литературы уделывают хип-попом Люблю большие загорелые женские жопы Люблю локтам по щечкам, ладошками шлепать Люблю громко топать Когда рядом спят, я негодяй Так многие мне говорят А мы делаем шума, когда шума нет Это настоящий рэп, настоящий рэп Все, все, спасибо Ну а как у нас, у нас вся жизнь показывает Везде, у всех структ-про показывает Очень так Итак, напутствие дебютанту От лауреата самых престижных призов документального кино в мире В том числе фестиваль Art Dog Fest Многократного обладателя лавров в разные годы А в этом году получившего лавровую ветвь За вклад в документальный кинематограф От Виктора Косаковского Спасибо Спасибо Я хотел извиниться, что Видимо, я уже совсем разучился говорить по-русски И я говорил какую-то невнятность Я хотел извиниться перед молодыми Что мы оставили на руины Что мы, мое поколение В общем-то Не спасли Сашу Расторгуева Не спасли других друзей Которых сумели подкупить власти Не спасли тех, кто вынуждены бы уехать Не поддержали Я желаю вам быть вместе Я желаю вам помогать друг другу Я желаю вам беречь друг друга Я желаю вам не разрешать друг другу повторяться Я желаю вам быть свежим И искать новое И видеть красоту Даже в это страшное время Я желаю вам быть счастливыми Когда вы снимаете кино Я желаю вам быть счастливыми Когда вы монтируете кино Я желаю вам не забывать Что Сашу убили Что Навальный сидит в тюрьме Ни за что Что Дмитрий сидит в тюрьме Я желаю вам Помнить, что это самая лучшая Профессия на Земле Увидеть красоту Даже тогда Когда это невозможно видеть Красоту этого удивительного мира Спасибо всем Берегите эту профессию Ничего лучше на свете не бывает Удачи вам Конверт откроет президент премии Лавр Виталий Манский Ну в этом месте я Витера отключили уже, да? Да Ну я тогда скажу про конверт Все-таки Не все пришедшие сегодня в студию Уйдут с Лаврами И не то, чтобы я извиняюсь А я хочу признаться Что все эти годы Я не знаю Что в конверте Как говорится Мамой клянусь Потому что В зале сидят друзья Или Не друзья Но Я за всех болею И я делаю все Чтобы не знать Имя в конверте С дебютантами проще Я практически со всеми С ними сегодня только увиделся Впервые Поэтому я меньше Меньше переживаю Я переживаю за всех вас Вместе взятых Вы еще свои Лавры наполучаете Не расстраивайтесь Если Как именно дебютанты Больше всех расстраиваются Слушай, когда я был дебютантом Я очень расстраивался Но Я как-то Один раз расстраивался Будучи дебютантом А рядом сидел Сокуров И как он расстраивался Я понял Что я вообще не расстраиваюсь Александр Николаевич Простите Это так сказать Вырвалось Давайте я сейчас звук уберу Как у Разбежкина Давай Вообще Во время У нас же первый раз В прямом эфире У нас всегда Так сказать Мы вручаем А потом делаем Эту телеверсию И когда мы делаем Телеверсию Вот на момент Вскрытия конверта Мы ставим Фонограмму Барабанной дроби Так Дудудуду И я уже так К ней привык Что сейчас сидел И как-то некомфортно Без барабанной дроби Она у меня просто За 22 года Уже в голове Звенит Значит А потому что Мы У нас есть еще Время Сказать Не знаю Мне показывают Что совсем нет Виталии Вообще никакого Хорошо Да Фильм Лыжня Все в онлайне Поздравляем Никита Станкевич Поднимай высоко Вот так Да И вот так Произноси речь Да Большое спасибо Очень неожиданно На самом деле Скажу честно Я бы очень хотел Поблагодарить Команду фильма Которая не смогла Сегодня здесь присутствовать Это Даниил Кононов Ира Гладощук Без которых Фильм Не состоялся Не смог бы Существовать Также я хотел бы Поблагодарить своих Мастеров Сергея Мирошниченко И Светлану Музыченко И конечно Моих товарищей Моих Одногруппников Ивана Родина Ивана Власова Ваге Микаэляна Без которых Фильм Тоже бы не получился Без их поддержки Скажу коротко Я Правда Это так Новое поколение Оно идет И Скоро Оно закономерно Придет на смену И я думаю Что Виктор Косаковский Прав Говоря о том Что мы не должны Тратить время На разногласия Объединиться В поиске Прекрасного И вечного И двигаться К нему вместе Потому что Это действительно Прекрасная Профессия Вот Спасибо Спасибо 22 церемония Вручения Премии Лавра Подходит К концу И я Хочу сказать От себя Что Наконец-то Ты хочешь сказать От себя Я вообще почти не говорила Так вот Мы все время Рассказываем Плохие новости На дожде Это дело не в дожде А дело в новостях И вот Сегодняшний вечер Это Мне кажется Тот запас Хороших новостей Который будет Нас подпитывать Еще очень долго Потому что Все новости И все Что мы рассказывали В этот час Все это было Классными Очень хорошими новостями Это все От меня все От тебя все Значит Сейчас мы должны Немножко поговорить Так записано в сценарии Потому что Музыкант Входит в студию Он сейчас будет нам Петь Песни Не оправдывать Просто Да А еще Будут сейчас наливать Спиртные напитки Легкие Мы тоже их будем Выпивать Потому что В принципе У нас праздник Несмотря на то Что мы не сидим В большом зале Несмотря на то Или пропагандируем Алкогольные напитки А я же не назвал бренд Хорошо Или вообще нельзя Слово алкоголь Нет Я не знаю На всякий случай Это не дождь Это дождь Нам удвоенное внимание Главное сказать Что дождь иноагент Мы показываем Все необходимое Перед эфиром Да А все остальное Мне кажется Уже можно Секс Наркотики Рок-н-ролл Одним словом У нас действительно Праздник Мы В этот раз Собрались Не полным Залом Но я уверен Я хотел бы быть уверенным Что Наши коллеги Сидят Сейчас по своим Квартирам По всей планете Земля Тихонечко Выпивают Кефир Молоко И ряженку Потому что Нельзя говорить В студии Дождя Слово Напитки И мы Вообще здорово Что мы Как-то еще Что-то снимаем Какое-то кино Что мы Побеждаем На российских На мировых фестивалях Вообще Мне надо было Подготовиться Я как-то Мне сказали Что я буду говорить Но я Ну первый раз Не волновался Ты знаешь 22 года Проводим Тогда волновался Сокуров Я знаю Да Не волновался В том смысле Что дождь Все сделал Все сделал За нас Мы просто пришли Сели Как зрители Вы еще кино сняли И кайф И кайф Да Все Спасибо большое Это был Виталий Манский Президент премии Лавр А теперь А теперь К нам присоединяется В живую Смотрите В живую Низ Санкт-Петербурга Василий Обломов Вася Обломов Который исполнит песню Иногда Здесь Так Дорогие друзья Привет телезрители Делеканала Дождь Люди Которые заплатили Свои кровные деньги Чтобы подписаться На Журналистику И смотреть Новости Привет вам всем Привет всем Присутствующим Поздравляем всех победителей Сегодняшнего Фестиваля документального Кино Меня зовут Вася Обломов Я надеюсь Что я не забуду Слова этой песни Потому что мы давно Не выступали Ну вы сами понимаете Почему Да А песня Как мне сказали Называется Иногда Здесь Так Печальная песня О системе ценностей Попробуем Четыре Ты Дрожь И ужасным Грядет Далеко Правда И часто Бывает Ложь Умерла Перелетная Птица К счастью Скрылась И издалека Не мерещится И даже Не снится Серой Нитью По полю Река Выходные Здесь Дети Смельц Пьяный С ночи Идет Почтальон Над полями Вороны Вьются Серой Гладью Дороги Склон Дымовыми Столбами В небо Здесь По осени Жгут Листву Вроде Был я Здесь Вроде Не был Я не жив Здесь Но вроде Живу Отчего Ж так Стало Тревожно Серым Кажется Мир В окно Словно Бросить Все Невозможно Словно Камень Тянет На дно Словно Бог Если Был То Покинул Словно Все Заметает Снег Словно Время Размыло Картину Словно В мире Ничего Больше Нет Словно Волки Стоят У порога Молча Смотрят Не решаясь Войти Словно Серой Глади Дорога Обрывается Масла Принимают За слезы Икон И всегда Умирают Напрасно Весь Беспечный Зовется Стон Словно Весь Остальной Мир Сгинул Звез Здесь без Без Времени И печаль Обнимаются Смотрят В спину Пустотой Отражается Даль Я не гибнусь И не Умираю Серые Краски Густые Цвета Разольются От края До края И дрожит Лишь В руке Рука Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова